Я, наконец-то, снимаю видео, которое вы очень сильно просили. Кисается оно моего стиля, вообще того, как я выглядела раньше, как я нашла свой стиль и какие самые просто ужасные ошибки, за которые мне сейчас, правда, стыдно, в макияже, в одежде, совершила. Мне кажется, у меня сейчас будет просто такой шок-контент, потому что сегодня с утра, когда я выбирала фотографии, я, на самом деле, честно, с ужасом на них смотрела, на то, как я выглядела раньше, и мне вообще просто казалось, это был совершенно другой человек, вот настолько какая-то колоссальная разница между теперь и сейчас есть. В общем, не буду долго затягивать, давайте начнем с того, что я пропущу школу. Какой бы я была в школе, я рассказывала о предыдущем видео, вот, я вам ссылку оставлю. Скажу лишь то, что у меня были достаточно густые брови, с кожей у меня не было особых проблем. Вот в 11 классе начались такие, как бы, капитальные перемены с моим стилем, потому что, ну, в школе как-то я была очень такой серой, незаметной и никак не выделялась. Я очень хотела быть похожей на других девушек, которые в моем представлении одевались очень классно и стильно. Вот в 11 классе просто что-то стукнуло, и я решила обрезать челку просто. Мне все говорили, не надо этого делать, потому что при моем строении и при моем типе лица у меня категорически противопоказана челка. Она урезает мое лицо, делает лицо каким-то совершенно круглым, очень утяжеляет подбородок. В общем, челка у меня совершенно противопоказана, я же никого не слушаю, ее пошла и обрезала. При том, что обрезала я челку очень тяжелую, плотную и совершенно напрямую, которая доходила до бровей. Я ее просто берегла, как, не знаю, зеницу ока, чтобы она ни в коем случае не растрепалась при порыве ветра, чтобы вообще просто никто ее не колыхал, чтобы она была статично неподвижна. Я ее, помню, брызгала просто невероятным слоем лака. От этого у меня даже начались какие-то высыпания на лбу, потому что настолько, представляете, челка была плотной, что кожа не могла под ней дышать. И вот на выпускном у меня был какой-то отвратительный хвост непонятного вообще калибра. Платье из якобы шелка, не знаю, зачем мы вообще с мамой его заказали, пошли за, причем, приличную на тот момент сумму денег. Мне сшили отвратительное платье, как будто, не знаю, я была в положении тогда. И вот, наконец, выпускной прошел. Тогда я переехала в Новосибирск, в Новосибирский государственный университет, где я почувствовала себя просто белой вороной, мышью, не знаю, как себя еще она обозывает, синим чулком. Из провинциального Абракана, где я росла, я вдруг очутилась в таком сибирском мощном городе Новосибирске, где девушки одевались совершенно по-другому. И я помню, полгода, наверное, я ходила, глаза в пол, мне было настолько неловко и страшно, потому что все казались вокруг настолько какими-то стильными, модными. Я была в каких-то вещах, знаете, в Абракане на тот момент была мода, мне кажется, как и сейчас, очень такая спортивная. Все ходили в каких-то, либо в Найке, либо в Адидасе, неважно, это были бренды, либо какие-то паленые вещи, но вот все старались быть такие спортивные, очень модные. И я, в принципе, с таким гардеробом и приехала в Новосибирск. Потом, когда я уже относительно так разгребла свои проблемы с учебой, мой стиль поменялся просто полностью. В свои учебные дела я начала как-то присматриваться, ходить по магазинам, скупать себе какие-то вещи, просто смотреть, как одеваются другие девушки. Когда-то 2014 год примерно. Мода, особенно русская мода, и особенно тогда в Новосибирске, я помню, это были обязательно шпильки, очень высокие, достаточно такой яркий макияж, какие-то платья. Я помню, я с этим экспериментировала просто по-страшному. У меня еще тогда была челка, я помню, я хотела ее отрастить, и выглядело это все просто ужасающе. Когда была значительно толще, потому что в 11 классе я как раз пыталась похудеть, из-за этого у меня был достаточно сильный, я думаю, гормональный сбой. А когда я приехала как раз в Новосибирск, это был еще, к тому же, стресс, и, в общем, я начала просто полнеть, как на дрожжах. У меня на фотографиях можно увидеть просто ужасные щеки, какой-то нелепый макияж, потому что я просто тогда начала краситься вообще непонятно как. Тогда еще была такая мода просто брови себе чуть ли не гуталином. Я помню, и мой макияж в университет занимал, наверное, в час, час. Я просто сидела, каждое утро красилась, это выглядело отвратительно. И сейчас, просто глядя на эти фотографии, я думаю, ну почему мне никто, кроме родителей, вообще не сказал, что это смотрится смешно, это смотрится и вульгарно, и это меня старит просто. Я смотрю сейчас на фотографии, я думаю, что тогда я выглядела значительно старше, чем сейчас. Ну как-то, видимо, девушки тоже вокруг меня были такие же, типа модные. Все как-то друг к другу подбадривали, что классная подводка, там здорово, как у тебя сегодня лежит челка, и все продолжали краситься в таком же духе. Кроме того, что мне было ужасно неудобно ходить на шпильках, просто, представляете, у меня были пары, по пять пар, по шесть пар в день. Я ходила постоянно на этих каблуках, с таким бойким макияжем, и спина уставала, и как-то вообще я себя просто изнимождала. Но почему-то я свою стиль не хотела менять, мне все устраивало, и я продолжала ездить в магазины, помню, тоннами просто скупать себе сомнительного вида одежды, из якобы последних коллекций, типа Нью Лука и других масс-маркетов. Вот, и так все продолжалось буквально до пятого курса. Вплоть до пятого курса я себе отращивала свою бедную несчастную челку, которая в итоге отросла, которую вот вы видите сейчас. Больше после того момента, когда я закончила 11 класс, я себе челку не отрезала. Теперь у меня идея фикс просто выровнять все свои волосы, сохранить натуральный цвет, потому что тогда, раньше я еще и красила свои волосы в достаточно темные цвета. Я помню, у меня была краска Лориаль. Просто не знаю зачем, но я пыталась себе сделать полностью всю черной. Сейчас я смотрю фотографии, думаю, что же у меня за период-то был такой. Просто я... Не сказать, что у меня был тотал блэк, но вот сочетание такого тяжелого коричневого каких-то темных тканей, вот этой вот челки, которая у меня пытается отрасти, которые уже просто перекрывают брови. И черного цвета волос, конечно же, просто настолько давящее ощущение давало. И смотря эти фотографии, мне, конечно, создавалось впечатление, что вот я совершенно не русской национальностью. У меня что-то такое прямо совсем-совсем восточное, но уж совсем-совсем не русское. Где-то 2016 года я полностью как-то пересмотрела вообще весь взгляд свой на одежде. Я помню, тогда уже начала ездить в Европу, у меня была стажировка в Сиене. Я в последних видео как раз рассказывала про свой опыт обучения в Италии. Уже тогда начала смотреть, в принципе, как люди одеваются здесь, насколько это все просто, и насколько действительно женщины, девушки, которых ты замечаешь на улице, и которые просто безумно ухоженные, которых просто издалека видно, что они действительно, они состоятельные, и они могут позволить себе хорошие материалы, и насколько это классно просто смотрится. А не так, когда ты видишь какую-то девицу на улице, которая просто блестит, как новогодняя елка во стразах, во всевозможных... Со всевозможной просто косметикой, которая только нашлась у нее в косметичке. И насколько это неестественно смотрится, и видно, что человек просто потратил, не знаю, три часа на то, чтобы выглядеть вот так вот нарядно, и это совершенно неуместно, потому что все-таки это повседневная жизнь. В Европе меня как-то научило, наоборот, с большей легкостью относиться к своей внешности, и при этом выглядеть более дорого, более стильно, потому что, во-первых, ты уделяешь большее внимание материалам, которые на тебе, во-вторых, ты больше уделяешь внимания именно уходу к косметике, потому что это абсолютно глупо, как я считаю, именно маскировать свои какие-то проблемы с кожей, с волосами, если, допустим, у вас плохого качества волосы, как это было в моем случае, я их все-таки очень испортила все своими красками, у меня было милирование когда-то, и я пыталась просто это замаскировать, каждый день используя и утюг, и делая какие-то кудри, концы были просто кошмарные, истонченные, и сушеные. Сейчас я восстановила полностью свой натуральный цвет волос, за волосами я ухаживаю самостоятельно, никаких салонов, ничего я сверхъестественного не делаю, но тем не менее, вот какие-то уходовые вещи, как за кожей, за волосами, вообще, в принципе, за своим внешним видом я, конечно же, это все делаю, и считаю это куда более важно, чем покупать себе, не знаю, 10 тысяч консилеров, потом сомнительного качества, использовать, не знаю, маскирующие средства, которые не будут решать, допустим, ваши проблемы, и наоборот, которые будут, скажем так, дешевить вас. И, собственно, уже с переездом во Францию, в Париж, я могу сказать, что у меня стиль мой, как бы, законсервировался, я не вижу в этом ничего плохого. Я себя нашла, и мне кажется, я уже просто вот из этого состояния, в своем таком стиле, который у меня сейчас. Я очень люблю вещи благородных локальных цветов, типа темно-синего, бежевого, такого нежно-розового цвета, в общем, все оттенки бежевого, я их просто обожаю. Я очень люблю классические вещи сочетать с чем-то таким более легким, типа шерстяное классическое пальто, я очень люблю надевать вместе с кроссовками, я просто обожаю шапки, вязанные моей мамой, которая их сама вяжет, просто мы придумали с ней эту модель, и она, как нельзя, кстати, вошла просто в весь мой гардероб. Я просто сейчас могу менять цвета, сочетать их со своими шубами. Это сейчас я стараюсь избегать вещей с принтом, у меня практически вообще абсолютно ничего нету, у меня все вещи локальных цветов, и, как я уже говорила, самая, наверное, главная характеристика моего гардероба, я трем вещам, допустим, сомнительного качества из акрила предпочитаю одну хорошую шерстяную, либо кашемировую вещь, которая мне, во-первых, прослужит долго, во-вторых, будет выглядеть явно куда дороже, и, в-третьих, мне просто будет самое приятное, что в моем гардеробе будет такая действительно хорошая вещь, которая мне будет приятно держать в руках и приятно носить самой. Что касается косметики, это тут тоже, как бы, жизнь в Париже сыграла свою роль, потому что у меня в косметичке сейчас вот нацарит настолько минимализм, что, ну, мне даже как-то просто самое приятное. Просто мой повседневный макияж сейчас это небо и земля, а то, что было раньше в России, и то, что у меня сейчас осталось в косметичке, потому что я обычно наношу очень легкий тональный крем от Буржуа, делаю акцент на губы, у меня это матовые помады от MAC, и сейчас я еще наношу гель для бровей, вот, для видео, я иногда сейчас стала делать стрелки, тушь я вообще абсолютно никакой не использую, потому что, как я уже говорила, я таким базовым уходом за своими ресницами перед сном наношу касторовое масло, и, в общем, такими нехитроватыми манипуляциями я сделала свои ресницы, достаточно длинными, такими темными, в общем, их состояние мне сейчас ненакрашенными гораздо нравится больше. С волосами та же история, я их буквально просто стала мыть два раза в неделю, я их приучила к такому распорядку, они очень довольны от этого. Про волосы я, наверное, расскажу вам отдельное видео, если вам будет интересно, потому что я тоже в свое время сейчас узнала несколько таких хитростей, о которых даже просто не догадывалась, и, собственно, очень редко, скажем, раз, наверное, в неделю я использую утюг для волос, и то, чтобы распрямить вот эти вот две пряди, которые почему-то из всех волос немного вот так вот волнятся, пушатся, и мне это очень так не нравится. Вот, наверное, я буду заканчивать свое видео, надеюсь, я вас не сильно шокировала тем, как я выглядела раньше, а может быть, вы не совсем даже разницу заметили, не знаю, напишите мне, друзья, может быть, вы мне вообще скажете, что у меня раньше было лучше, чем сейчас, в общем, я с нетерпением буду ждать вашей реакции. И большое спасибо вам за просмотр, что вы были со мной, я вас очень крепко целую и обнимаю, и совсем скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok